Беседа 38, Бытие 16.1 Нынешнее чтение опять призывает нас к беседе о том же право с Авраами. Вы не удивляйтесь, если мы, излагая его историю, в продолжении столь многих дней, даже и сегодня не сможем ее кончить. Великая обилие добродетелей праведника и величие его совершенств побеждают всякий человеческий язык, потому что кого сам Бог свыше увенчал и прославил, того может ли достойно восхвалить кто-либо из людей. Однако же, хотя слово наше остается далеко ниже его достоинства, но по мере своих сил, излагая события его жизни, мы желаем возбудить в вас ревных в подражании его добродетели. Подлинно мудрость этого мужа слишком достаточно, чтобы наставить всякого человека и привлечь к пути добродетели всех, которые захотят быть внимательными. Будьте же, прошу вас, внимательны к нашей беседе, чтобы из нынешнего чтения научиться любомудрию праведника. А отсюда, из нынешнего чтения, могут научиться и мужи, и жены тому, как жить в совершенном единодушии между собою и сохранять неразрывно союз с супружеством, чтобы ни муж не восставал против жены, но оказывал ей, как слабейшему сосуду, всякое снисхождение. Ни жена не противилась мужу, но оба на перерыв старались друг друга тяготы носить, и домашний мир предпочитали всему. Но чтобы для вас яснее было это учение, необходимо выслушать самые слова Писания. Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему, у ней была служанка египтянка именем Агарь. Приметь здесь возлюблено неизреченное долготерпение Божие, и чрезвычайную веру, и благодушие праведника, которые он показал при данных ему обетованиях. В самом деле, после того, как Бог столько раз обещал дать семени его землю и так умножить его, что многочисленностью своей оно будет равняться множеству звезд, Аврам видит, что ни одно из обетований не исполняется, и что обетования все еще остаются на одних словах, не смутился мыслью, не поколебался духом, но прибыл непреклонным, веруя в могущество обещавшего. Это самое теперь выражает Божественное Писание, говоря, Сара, жена Аврамова не рождала ему. И тем показывая нам, что после всего случившегося, после заключенного с ним завета, после обетования, рождения от него бесчисленного множества потомков, он не печалился и не усомнился, когда видел, что не только ничтое сказанное не исполняется, но еще все выходит напротив. Поэтому-то после всего прежде сказанного о обетованиях Божьих Авраму, и говорит в Писании, Сара, жена Аврамова, не рождала ему, дабы ты узнал, что после столь великих обетований ничего особенного с ним не случилось, а между тем бесплодие Сары и мертвенность ее утробы были таковы, что могли возбудить в праведнике великое сомнение. Но пратис уже не взирал на препятствия со стороны природы, и зная премудрость Господа, который, как творец природы, может открыть пути и в непроходимых местах. Аврам, как благородный домочадец, не исследовал, как это будет, но предоставил неисследимому его промыслу и веровал его слову. Потому-то и сказано, что Сара после таких обетований не рождала ему, не была служанка, и ептянка имени Магарь. И здесь не без причины Божественное Писание упоминает нам о рабыне, но чтобы мы знали, откуда она взята, прибавляясь, египтянка. Этим Писание возвращает нас к прежней истории и дает видеть, что рабыня была из числа тех, которых отдал Саре фараон, когда подвергся за нее отмщению от богов всяческих, и что Сара взяла с собой эту рабыню, возвращая землю ханаанскую. Такой целью Божественное Писание сделало нам известным и имя, и род ее рабыни. Примечай же теперь рассудительность и рассудительный ум Сары, необыкновенную ее скромность, невыразимую кротость и послушание правоцу. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. Смотри, какое благодушие в этой жене. Она ничего не сказала подобного тому, что после Рахиль говорила Якову, дай мне детей, а если не так, то я умру. Но что говорит Сара, вот заключил Господь чрево мое. Так, как говорит Создатель естества, сотворил меня бесплодно и лишил способности рождать детей, то чтобы ты, дожив уже до глубокой старости, по причине моего неплодства не остался, совсем бесщадным. Войди к рабыне моей. Великая и необыкновенная мудрость жены. Какая жена решилась бы когда-либо это сделать? Или посоветовать это мужу? Или уступить свое ложе рабе? 412. Видишь, как они далеки были от всякой страсти. У них была одна только цель, чтобы не умереть бездетными. Но и при этом они старались утешить друг друга и сохранить неразрывный союз мира. Подумай теперь о великой воздержности и необычайной кротости правотца. Не возненавидел он своей жены за бесщадие ее, как делают некоторые неразумные, и не уменьшил к ней своей любви. Вы знаете, как это именно, то есть бесщадие. Для весьма многих людей бывает причина их презрения к женам. И напротив, многочадие служит побуждением их большей любви. Но весьма легкомысленно и безрассудно люди приписывают женам и бесщадие, и многочадие, не зная того, что все зависит от создателя нашего естества, и что ни сожитие само по себе, ни что другое не может вести к рождению детей, если не будет содействовать вышняя рука и возбуждать естество к рождению. Хорошо зная это, праведник Авраам не вменял бесщадие в вину жене, а всегда оказывал ей должную честь. Поэтому-то и она, взаимно уважая своего мужа и желая показать, сколь великую питает к нему любовь, не думала о себе, а думая только о том, как бы утешить его в бесщаде, собственными руками, так сказать, приводит рабу-египтянку на свое ложе. Но и на самых словах показывает цель, для которой решилось это. Она говорит, я оказалась бесплодной, неспособной к чадо рождению, ибо заключил Господь чрево мое. Заметь благородную душу, как она не выражает никакого ропота и не сокрушается в своем неплодстве, но только то нам хочет показать своими словами, что приписывая свое неплодство создателю естества и предпочитая угодное Богу собственному желанию, кротко и благодушно переносила свое бесщаде и заботилась только о том, как бы утешить своего мужа. Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать, как и самоизречение это выразительно, как сильно выражает оно божественное промышление, незреченную силу Божию. Как бы так, говорит царо, как мы заключаем, отверзаем двери дома, так и Господь действует в нашем естестве своим повелением, заключает и опять, когда ему угодно, отверзает и повелевает естеству исполнять свое дело. И так, говорит, поскольку Господь заключил чрево мое, чтобы не рождать, то войди же к служанке моей, зная, что я причиной бесщадия твоего, поэтому не хочу тебя лишать утешения иметь детей. А может быть, царо подозревало, что не в ней одной, но и в муже была причина бесщадия. Почему желаю на самом деле в том удостовериться и узнать, себе ли одной она должна приписывать бесщадие. Она уступает свое место рабыне и приводит ее на свое ложе. Послушал ее Авраам. Велика мудрость праведного. Как прежде я говорил, это так и теперь скажу. Не он первый захотел этого, хотя был уже в глубокой старости. Но приняв совет от царо, он охотно послушался ее, показывая тем, что решился на это не просто по страсти и не по влечению похоти, но чтобы оставить по себе потомство. И взяла сара жена Авраама в служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраама в земле Хананской и дала ее Аврааму мужу своему в жену. Заметь точность Писания, чтобы показать нам, что он не точно же после слов, которые сказала ему Сара, приступил к исполнению совета. Она говорит, взяла сара жена Авраама, египтянку рабу свою, Писание как бы то показывает нам, что он решился на это делать только потому, что желал утешить свою жену и исполнить ее совет. А чтобы ты ясно познал целомудрие, чрезвычайное воздержание правца, говорит Писание после того, как она прожила десять лет с Авраамом, мужем своим в земле Хананской, не без причины Писание обозначило время, а для того, чтобы мы могли видеть, сколько лет праведно терпел и благодушно переносил, без тщадия, и будучи выше всякой страсти, показывал великое целомудрие. Мало того, эти слова, после десяти лет сожития с Авраамом, с мужем своим в земле Хананской, Писание присовокупляет для того, чтобы мы узнали отсюда нечто другое. Не все время их сожития Писание теперь обозначает нам, а только время, проведенное ими в земле Хананской. Почему и для чего? Так как тотчас, после пришествия Авраама в землю Хананскую, человеколюбивый Господь возвестил ему, «Семени твоему дам землю сию», и после того Господь неоднократно повторял ему свои обетования, дабы ты знал, возлюбленный, сколько лет Господь медлил и ничего обещанного не приводил в исполнение, а праведник не колебался духом, но почитал слова Божии выше собственных рассуждений, то и сказано, после того, как они десять лет прожили вместе в земле Хананской, видишь ли мужество души, видишь ли подвиг мудрости, видишь ли, как Господь, желая более и более его прославить, медлит и отлагает, то есть исполнение своих обетований. Так, когда он печется о своих рабах, то не просто хочет оказывать им свои благодеяния, но вместе хочет и прославить их, и сделать веру их для всех очевидною. Если бы он, обещав семени его дать землю ту, тотчас разверсла же сна Сары и даровал ему поколение детей, то этим он не показал бы ни чудо столь великого, ни веры праведника, ни делал бы столь явной для всех. Сила Божия, конечно, и тогда была бы очевидна. Уже омертвевшие силы естества и сделавшиеся совершенно неспособными к чадорождению, он своим повелением снова оживотворил бы, но тогда правотец не получил бы себе такого венца, как теперь, когда в продолжении столь многого времени его добродетель была испытываема и с каждым днем делалась славнее. И дабы ты знал, что Бог не только желает благодетельствовать и подавать свои дары, но и всегда хочет и прославить принимающих эти дары. Смотри, как он сделал это и с хананиянкою, как бы медленно уклоняясь внять ее прошение, но это для того именно, чтобы ее саму сделать известной во всей вселенной. Когда она пришла, умоляя и говоря, «Помилуй меня, Господи, ибо дочь моя беснуется», то благоутробный и человеколюбивый и всегда предваряющий наше прошение Господь не удостаивает ее даже ответа. И ученики его, не зная то, что будет, и как Господь сам печется о жене, не отвечает же ей только потому, что не хочет оставить в неизвестности ее достоинство. Ученики, говорю, как бы боли имея сострадания, приступили и умоляли, говорю, «Отпусти ее, ибо кричит вслед нас», как бы выражая тем, что для них уже несносно стала ее докучливость. «Отпусти ее», говорят, не потому что она столь несчастна, или ее прошение дельно, но потому что вопит вслед нас. Что же Господь, желая открыть постепенно ее достоинства и их научить, как мало они постигают его человеколюбие, дает такой ответ, который мог бы поразить и ее сердце, если бы она не имела твердости духа, пламенного желания и сильной ревности, и их учеников ходатайства за нее остановить. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И действительно, ученики после этого уже перестали молить его за жену, но она не предалась унынию. Напротив, стала еще прилежнее молить его. Такова-то скорбящая душа и приступающая с горячим усердием. Она не обращает внимания на то, что говорят, но об одном только думает. Как бы достичь того, о чем она старается? Так именно сделала и эта жена. Услышав те слова Спасителя, она, как говорит Писание, снова кланялась ему, говоря «Помилуй меня, Господи». Она знала благоутробие Господа, потому и употребила такую настойчивость. Посмотри же опять, как премудр Господь и как дивно устрояет Он ход дела. И теперь Он не преклоняется на моление жены, но дает ответ еще более резкий и суровый. Он знал твердость духа жены и хотел, чтобы она не тайно получила благодеяние, но чтобы и ученики из этого события узнали причину его медлительности. И все другие научились, как велика сила неотступной молитвы и как высока добродетель жены той. Потому и говорит Спаситель, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Заметь здесь твердость духа жены, как она, пылая огнем ревности, одушевляясь верой в Бога, терзаясь, так сказать, своей утробою, от великой скорби о своей дочери, не отвращается от жестокого слова, но, услышав название пса, и то сносит и признает себя такое, желая спастись от бессмыслия псов и сопричислиться к лигу сынов. Итак, выслушай слова жены, чтобы узнать, какой был плод от того, что Бог медлил исполнить ее прошение. Жестокость слов, сказанных ей, не только не отдалила жену от Спасителя, но возбудила еще к большей ревности. Услышав эти слова, она говорит, «Да, Господи, но и псы едят крохи, падающие со стола господ своих». Видишь, для чего Господь медлил доселе? Для того, чтобы из слов жены мы узнали всю силу ее веры. Смотри, в самом деле, как Господь тотчас же восхвалил и увенчал ее, говоря, «О, женщина, велика вера твоя!» С удивлением и похвалами он отпустил ту, которую вначале не удостоил ответа. «Велика, — говорит, — вера твоя!» Поистине велика вера видеть, как Господь не один или два раза, но многократно отвергает прошение и не прийти в уныние, не отступить, но неослабно призывать Господа и преклонять Его к исполнению прошения. «Итак, — будет тебе, — говорит он, — как ты хочешь. Видишь ли, как тот, кто прежде не достоил ее ответа, теперь с похвалой подает ей свои дары. Не просто внял ее прошение, но прославил и увенчал ее. Словом, — о, женщина, — он показывает, как сам удивился ее вере, и словами, — велика вера твоя открыл нам ее духовное богатство. Потом говорит, — да будет тебе, как ты желаешь. Сколько хочешь, сколько желаешь, столько и даю тебе. Твое неотступное прошение показывает, что ты достойна Его исполнения. Видите теперь твердость жены? Видите причину, почему медлил Господь и до чего отлагал исполнение ее прошения? Для того, чтобы сделать ее еще более славную. Но возвратимся теперь к прежнему повествованию. Чтобы видеть, что не с иной целью в продолжении стольких лет Господь не исполнял и данных правоса Аврааму обетований, а с той именно, чтобы исполнить их впоследствии с большей славой и сделать явную для всех веру праведника. Для того сказано после десяти лет, проведенных имя Авраам и Сара вместе в земле Хананской, чтобы ты знал, сколько прошло времени с тех пор, как он Авраам получил обетование. Немедленно ведь по прошествии в землю Хананскую он услышал, и семени твоему дам землю сию. И вот в продолжении стольких лет и сам он оставался бездетным, и неплодство Сары увеличивалось. И дала Сара, сказано Агарь, в жену Аврааму, мужу своему. Смотри, какое еще в древнее время было любомудрие, как и мужи были воздержаны, имели великое попечение о целомудрии, и жены далеки были от ревности. 416. Писание с намерением постоянно говорит, и взяла Сара Агарь рабу, и опять дала ее в жену, чтобы ты видел, как бесстрастно у них происходило это дело, и какое у них было любомудрие. Он вошел к Агаре, и она зачела. Увидев же, что зачела, она стала презирать госпожу свою. Смотри, как Сара узнает, что не в праведнике Аврааме была причина их бесчадия, и в ее собственном неплодстве. Вот тотчас же за сожитием последовало зачатие. Но посмотри теперь на неблагородство рабыни и на слабое женское поло, чтобы и отсюда видеть великую кротость праведника. Такого обычаи рабов. Получив малое счастье, они не удерживаются в своих пределах, но тотчас забывают о своем звании и увлекаются в безрассудство. Так случилось и с этой рабою. Заметив свою беременность и не размышляя ни о дивной мудрости своей госпожи, ни о своем низком состоянии, но возгордившись и возмечтав много о себе, она стала презирать госпожу, которая оказала ей такое покровительство, что возвела ее даже на ложе своего мужа. И сказала Сара Авраму, «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидевшись, что за чела, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Заметь здесь неизреченное терпение праведника и чувство чести, какое он показал в отношении к Саре, когда стал просить у нее прощения при столь неразумном ее обвинении. В самом деле, та, которая своими руками передала мужу рабыне и сказала, «Войди к рабе моей», та, которая сама добровольно побуждала его к этому житию, теперь, переменив мысли, говорит, «Обида моя к тебе». Но разве сам он хотел соединения с рабою? Разве сам он не воздержанием увлечен был на этот поступок? По твоему, жена, убеждению, по твоему внушению, он сделал это. Итак, чем ты обижена от мужа? Вот, говорит, «Я отдала служанку мою в недра твое». Если же ты признаешься, что сама предложила, а не он по своей воле взял ее, зачем обвиняешь ее в несправедливости? Так, говорит, но хотя и я предложила, однако ж ты, видя ее дерзость, должен было бы сдать ее неукротимый нрав. И увидела, что зачела, стала презирать меня. Вот поистине женские слова, свойственны немощному полу. «Как бы так», сказала она в раму, «Желаю утешить тебя в бессчадии. Я показала такую о тебе заботливость, что свою рабу и притом собственными руками передала тебе и убедила к соединению с нею. Но ты, видя, как от беременности она стала дерзкой и надменной, должен был укротить ее и наказать за причиненные мне обиды. А ты этого не сделал, но как бы забыв все прежнее. Меня столько лет, жившую с тобой, ты призрел и довел до уничижения перед египтянкой, моею рабою. Бог, говорит, будет судьей между мною и между тобою». Слова души огорченной. И если бы в правоце не было столько любомудрия, и он не имел великого уважения к Сарре, то он вознегодовал бы и оскорбился бы такими жестокими словами. На это достойное удивление муж все и простил, зная слабость пола. По мысли, говорит, на какой поступок я решилась для твоего утешения. Желаю, чтобы хотя в старости назвался ты отцом. Я возвела рабу мою в мое достоинство. А ты, видя ее, соль неблагодарной не наказал ее и не вознаградил меня за внимание, которое я показала тебе. Господь, пусть будет судьей между мною и между тобою. Тот, который знает сокровенное помышление каждого, тот будет судьей между нами и рассудит, как я, будучи выше всякого пристрастия, предпочитал твое утешение собственному и возвела на ложе свою рабу. А ты ничего сделал на мною, не приняв во внимание, дозволяешь ей восставать на мою кротость, не укращаешь дерзкую, не вразумляешь неразумную. Что ж, этот Адамант, этот мужественный подвижник Божий, который во всяком случае приобретает себе венцы, показывай и в этом случае свою добродетель, смотри, что он говорит жене. Авраам сказал, вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно. Великолюбомудрия праведника, велика сила его терпения. Не только ведь не вознегодовал он на слова Сарры, но и с великой кротостью дает ей свой ответ, говоря, ты подозреваешь, что я виной причиненных тебе обид, и думаешь, будто мне приятен этот поступок рабы, так как она однажды была со мной на ложе. Но знаешь, что и прежде, если бы я не захотел только тебя послушаться, я не решился бы на это, да и никогда не дозволил бы себе возвесь рабу на твою ложе. И теперь, чтобы уверить тебя в этом на самом деле, вот она в руке твоей, делай с ней что тебе угодно. Разве уменьшил кто-либо твою власть, или ты лишилась своих прав над нею, хотя я и принял ее в общении с собою, но ты имеешь свою власть над нею, она в твоих руках, обличая, вразумляя, наказывая ее, что хочешь и что тебе угодно, то и делай с нею. Только не огорчайся и не приписывай мне ее безрассудных поступков. Не собственные ведь страсти побуждаемые решился я на сообщение с нею, и не так, чтобы потом увлекаясь пристрастием, неразумно дать ей предпочтение перед тобою. Знаю подобающую тебе честь, знаю неблагодарность рабов, я и не думаю о ней и не забочусь. Одна та у меня забота, чтобы ты жила без всякой скорби, в спокойствии, во всякой чести, вдали от всяких огорчений. 418. Вот истинно супружеский союз, вот истинный муж, который немного обращает внимание на слова жены, но оказываясь нисхождение к немощам пола, об одном заботится, чтобы удалить всякое огорчение и утвердить мир и согласие. Пусть слышат это мужи и пусть подражает кротости праведника, оказывая такую же честь и уважение своим женам, и щадя их, как слабейший сосуд, чтобы тему крепить союз единомыслия. Подлинно истинное богатство и самое великое счастье заключается в том, когда муж и жена не разногласят между собой, соединенные друг с другом, как едино плоть, потому что двое сказано будет в единую плоть. Такие супруги хотя бы жили в бедности и были незнатны, могут быть всех счастливее, потому что они наслаждаются истинным счастьем и живут во всегдашнем спокойствии, а те напротив, кто не наслаждается таким согласием, но страдают ревностью и теряют благо мира, те хотя бы были окружены множеством богатства, хотя бы имели роскошный стол, жили в славе, проводят свой век всех несчастнее, вымышляя сами для себя каждый день волнение, беспокойство, всегда подозревая друг друга и не могут иметь никаких удовольствий, потому что внутренняя вражда их все приводит в беспорядок и причиняет им множество неприятностей, но здесь нет ничего такого, пратя своей кротости утишил гнев госпожи Сары и дав ей совершенную власть над рабою водворил в доме своем полный мир и Сара стала притеснять ее и она убежала от нее как только Сара наказала дерзать рабы раба обратилась в бегство таково свойство рабов если им не позволяет действовать по своему но пресекает их замысла они тотчас свергают власть господ и устремляются в бегство но посмотри здесь каким промышлением свыше пользуется и раба за честь праведника так как она носила в себе семя праведника то удостаивается даже видение ангела и нашел ее ангел господень у источника воды в пустыне у источника на дороге к суру примечая человеколюбие господа как он никого не презирает но раб ли то или рабыня над всеми является свое промышление взирая не на различие званий а на расположение души впрочем здесь ангел является не по заслугам рабы но ради чести праведника Авраама как я сказал ей надлежало удостоиться великого попечения потому что она удостоилась воспринять себя семя праведника и нашел ее ангел и сказал ей ангел господень агарь служанка сарина откуда ты пришла и куда идешь она сказала я бегу от лица сары госпожи моей смотри как самые слова ангела приводят ей на память собственное ее состояние чтобы сделать ее более внимательной с самого начала называет ее по имени говорит агарь так как мы обыкновенно бываем внимательнее к тому кто называет нас по имени потом словами раба сарина ангел напоминает ей госпоже и тем дает знать что хотя бы она много раз разделяла ложа с своим господином все же должна признавать сару своей госпожою но смотри как ангел испытывает ее чтобы поставить в необходимость отвечать откуда говорит пришла ты в эту пустыню и куда стремишь ты для того между прочим ангел является ей в пустыне чтобы вопрошающего она не подшла за простого мимо идущего человека там была пустыня и никого другого кроме явившегося она агарь не видела и так дабы она знала что беседующий с ней был не просто случившийся там человек для того ангел и является ей в пустыне и вопрошает ее а она говорит я бегу от леса сары госпожи моей видишь как она не отрицает власти госпожи своей сары но во всем искренне сознается вопрошающий меня думает она не человек поэтому не могу его обмануть он назвал меня по имени прежде чем я сказала ему свое имя упомянула госпоже надо мне говорить все по правде от лица сары госпожи моей я бегу смотри как она вспоминает о своей госпоже без всякой ненависти не сказала она меня оскорбила меня озлобила и я не будучи в силах снести ее ненависти бежала от нее никакой коризны не высказала она о Сарре а только себя саму обвинила в бегстве видишь ее честность смотри же что сказал ей ангел ангел господин сказал ей возвратись госпоже своей и покорись ей на слова о Гарри от лица госпожи моей бегу ангел отвечает возвратись иди назад не будь неблагодарна к той которая оказала тебе столько благодеяний а так как она гордость и высокомерием возбудила гнев госпожи своей то ангел говорит покорись под руку ее покорись это будет полезно тебе помни свое рабство не забывай господство сары не думай высоко и не мечтай о себе более надлежащего покорись под руку ее и окажи ей полное повиновение такие такие слова ангела довольно смягчили ее сердце смирили ее высокомерие укротили ее гнев и умиротворили ее мысли 420 далее чтобы она не подумала что просто и без причины удостоилась такого промышления а узнала каким попечением она пользуется ради семени праведника смотри как ангел утешает ее восстановляет ее дух и подает достаточную ей надежду радости словами которые присовокупляет и сказал ей ангел господень умножай и умножу потомство твое так что нельзя будет исчезть его от множества предсказываю тебе и то говорит он что семя твое будет велико так что и исчислить его будет невозможно и так не скорби не ослабивай духом не смущайся в помыслах но окажи полное послушание вот еще сказал ей ангел господень ты беременна и родишь сына и наречешь ему имя Измаил ибо услышал Господь страдание твое для того говорит и рождение тебе я предсказываю и самое именно знача имеющему родить от тебя сыну чтобы ты получив большее в словах моих удостоверение возвратилась назад и исправила свои проступки ибо услышал Господь страдание твое научимся отсюда какой плод бывает от скорбей и какая польза от несчастья так когда Агарь ушла от цары и несчастье ее увеличилось когда она подверглась множеству скорбей оставаясь в одиночестве в пустыне в самых тесных обстоятельствах после такого благоденствия после того как она возведена была в достоинство равной самой госпоже то по этим то именно причинам и получила такую скорую помощь будем говорить и ангел то что я обещаю тебе ты родишь сына и семя твое будет без часа ибо услышал Господь Бог страдания твое не будем же и мы нетерпеливы когда стечение каких либо обстоятельств стесняет нас ничто ведь столько не полезно для нашей природы как смирять себя обузывать свое высокомерие и подавлять надмение духа тогда то наиболее Господь и слышит нас когда мы призываем его скорбную душою и сокрушенным сердцем в прилежной молитве ибо услышал говорит Господь страдания твое потом ангел предсказывает образ жизни имеющего родиться о Гаре сына он будет между людьми как дикий осел руки его на всех и руки всех на него жить будет он предлецом всех братьев своих предрекает ей что это будет человек мужественный воинственный и много будет трудиться в возделывании земли и так из всего что случилось с рабою видишь ли славу права отца Авраама такое промышление рабе показывает благоволение Господа к этому праведнику дав наставление сообщив благовестие о Гаре ангел удалился но обрати внимание опять на благоразумие раба и нарекла Гарь Господа который говорил к ней с ним именем ты Бог видящий меня ибо сказала она точно я видела здесь след видящего меня посему источник тот называется Беэр Лахай Раи источник живого видящего меня он находится между Кадесом и между Боредом смотри как и новым наименованием место хочет сохранить навсегда память о нем видишь как раба от постигший ее скорби становясь мало-помалу благоразумнее выражает свою благодарность за оказанное ей благодеяние и воздает чем может за столь великое о ней попечение Агарь родила Авраму сына и нарек Аврам ему имя сыну своему рожденному от Агарь Измаил 422 отсюда научимся сколь великая благо кротость и какую пользу можно приобреть даже от скорбей кротость показал право тесаврам в том что укротил раздражение сары и дав ей власть над рабою через то водворил в доме своем мир а пользу от скорбей можно видеть из обстоятельств рабы Агари когда она озлобленная своей госпожой бежала от нее и потерпев много скорбей сокрушенной душой воззвала господу тотчас удостоилась высшего посещения и дабы она знала что за смирение и страдание удостоена свыше такого попечения ангел говорит ей вот ты имеешь во чреве родишь сына и наречешь имя ему измаил ибо услышал господь страдание твое итак возлюбленная зная что скорби наиболи приближает нас господу если только мы будем бодры духом и что тогда мы можем снискать его милости когда приступаем к нему сокрушенной душой и с горящими слезами зная это не будем унывать в несчастьях но размышляя о пользе скорбей станем благодушно переносить все случающееся с нами научимся быть тихими и кроткими ко всем вообще а в особенности к своим супругам справедливо ли или несправедливо они будут порицать нас не будем слишком много обращать на то внимание а более заботиться об одном чтобы удалять причины неприятностей и в доме своем сохранять глубокий мир чтобы и жена имела обращение свое к мужу влечение и муж от внешних тревог и бурь мог прибегать к ней как к пристани и находить в ней всякое утешение жена ведена мужу в помощь чтобы муж с ее утешением мог переносить все случающееся с ним в жизни если жена будет кроткой и украшена добродетелями то не только своим сообществом доставит мужу утешение но и во всем вообще окажет ему великую пользу все для него облегчая и во всем помогая и не оставляя его в тяжких испытаниях как внешних вне дома так и тех которые ежедневно случаются в доме но как искусный кормщий она своим благоразумием утишит в нем всякую душевную бурю и своим сожитием доставит ему утешение живущих в таком союзе супружества ничто в настоящей жизни не может слишком опечаливать ничто не может нарушить их мирного счастья потому что где между мужем и женой и господствует единодушие мир и союз любви там стекаются все блага и они муж и жена бывают безопасны от всяких злых наветов ограждены как бы великою несокрушимой стеною единодушием о господи это делает их тверже адаманта крепче железа это умножает их богатство и всякое обилие это возводит их на высшую степень доброй славы это и от бога привлекает на них великое благоволение будем же прошу вас ценить выше всего единодушие и все будем делать так и направлять к тому чтобы в супружестве постоянно сохранялись мир и тишина тогда и дети будут подражать добродетелям родителей и рабы последуют им и по всему дому просветать будет добродетель и во всех делах будет благо поспешение когда мы угождение Богу будем предпочитать всему то все доброе как бы рекою потечет к нам и мы не будем иметь никаких скорбных чувств потому что благость Божия все будет не спосылать нам в изобилии и так чтобы и сами мы беспечально проводили настоящую жизнь и от Господа приобретали более и более милостей сохраним добродетель постараемся ввести в наши домы единодушие и мир позаботимся о добром воспитании детей о нравственности рабов чтобы за все это получив щедрое воздаяние удостоиться нам обетованных благ благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа с которым Отцу со Святым Духом слава держава и честь ныне и присно и во веки веков Аминь КОНЕЦ